В финансовом плане, конечно, это хорошо. Первый этап, он экономит деньги, и команды, которые играют в своей группе, это западные команды, им не надо ехать на восток, в Хабаровск, в Красноярск, где слишком дорогие будут перелеты, и все. Конечно, на первом этапе мы экономим большие деньги. То, что касается второго этапа, ну там, вот он будет весь чемпионат и складываться из этих двух месяцев. А в чем смысл вообще первого этапа, если очки, по сути, не учитываются? Сначала все задавали такой вопрос, что не будет интереса, и игрокам будет не настолько интересно играть, потому что очки не учитываются. Все игроки профессионалы, и, поверьте, каждая игра, она очень важна, и первая, и вторая, и последующая. Повлиял ли новый формат на то, что молодежи дают больше шанс играть? Да вы знаете, наверное, нет. У нас сложилось просто с играми, что Даня Кузьмин, молодой игрок, 97-го года рождения, попал в основном в состав, и сегодня он за собой прочно занял место Либера. Что касается остальных ребят, да немного они времени играют. Но, с другой стороны, вот опять же, матчей стало значительно больше. Как это сказывается? График-то ведь напряженный. График очень напряженный. Если мы сыграли последние 10 матчей подряд, мы дали ребятам отдохнуть неделю вообще, потому что, говорю, у многих там паха поддернутый, если так говорить в хоккейном смысле слова. Травмы. Травмы все, на самом деле, очень серьезные. И это все сказалось от интенсивности матчей. Мы все-таки, говорю, такой вид спорта, который нужны перерывы. Вторая игра подряд, она негативно сказывается в целом для игроков. Продолжение следует...